Владимир Николаевич, какие впечатления, расскажите, как все прошло, волновались ли? Конечно же, волновался. Очень волновался, потому что, первое, это было очень ответственно, я понимал важность этой награды, награду, которую не я заслужил, заслужили все жители Шебекинского городского округа и правительства Белгородской области, потому что все, что происходило, все, что мы делали, один бы я никогда не справился. Ну и второе, наверное, было очень приятно находиться в кругу великих деятелей культуры, высоких руководителей, ну и само то, что я был в Кремле, это уже гордость и, наверное, радость. Могли бы ли вы себе представить три года или пять лет назад, что вас ждет такая награда? Вы знаете, даже два года тому назад не я и, наверное, все жители России не могли такого представить, но сегодня мы живем в новых реалиях и нам необходимо подстраиваться и, прежде всего, идти вперед к победе. Какой из поступков, на ваш взгляд, заслуживает Орган Мужества? Вы знаете, сложно это как-то оценить. Я бы сказал, наверное, момент, когда приходится принимать решение, приходится принимать решение мгновенно, когда во главе угла стоят жизни людей. Вот это, наверное, самое дорогое, которое бесценно. Лично вас к чему обязывает награда сегодня? Я считаю, это очень большой аванс и впереди, передо мной поставлены очень-очень большие цели, прежде всего, руководством области, перед нами всеми, руководством страны, работать и еще раз работать. С какими чувствами едете домой? Вы знаете, я еду с большим чувством гордости. Меня ждет моя любимая семья. Они также за меня и переживали, и я уверен, также со мной радуются, наверное, и радуются и больше, чем я. Поэтому еду домой, в круг своей семьи, очень хочу их увидеть и поделиться своей радостью. Ну, мне также кажется, что радуется не только ваша семья, но и все жители Шебекина и всех, в принципе, в городе. Думаю, что это именно так, потому что, еще раз говорю, это общая заслуга, это общая награда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова